Эрдоган попадает в российскую западню Аджан Демиркан Ангельсблат, Германия 5 апреля 2018 года Это четкий сигнал, в то время как главы правительств Европы избегают Турции, глава государства Реджеп Таип Эрдоган все чаще приглашает российского президента Путина. Во вторник они встретились на турецком побережье Средиземного моря, чтобы положить начало строительству атомной электростанции, в котором участвуют и российские компании. Это девятая встреча Путина и Эрдогана за 18 месяцев. Такая частота обычно для тесно сотрудничающих друг с другом стран, таких как, например, Германия и Франция. У авторитарных президентов России и Турции, не только одинаковый стиль руководства, но и общие политические интересы. Тем не менее Эрдоган может попасть в западню, ибо от этого союза выигрывает прежде всего Москва. Турция может остаться с пустыми руками. Сейчас у двух стран, правда, есть некоторые общие интересы, прежде всего их неприязнь к Западу. На Россию наложены многочисленные прямые санкции за аннексии Крымского полуострова, а также из-за отравления бывшего российского двойного агента Скрипаля и его дочери Великобритании, которая приписывает Кремлю. В Турции Запад критикует ситуацию с правами человека. Отдыхающие, предприниматели и инвесторы в этой стране напуганы до такой степени, что их бегство выглядит почти как косвенные санкции. Ясно также, что за партнерство с Россией Турция платит более высокую цену, в том числе и в Сирии. Так, согласно официальным данным, в боях в этой стране, охваченной гражданской войной, погибло больше турецких, чем российских солдат. В экономическом плане Россия тоже получает больше. Она стабильно входит в тройку стран, из которых Турция импортирует больше всего. Однако по экспорту Россия не входит даже в первую десятку. Другими словами, торговые отношения между странами не сбалансированы, в конечном счете Россия выигрывает от этого. Это видно и по строительству атомной электростанции на юге Турции. Ее возведение обойдется, по разным посчетам, в сумму от 20 до 25 миллиардов американских долларов. Стройку возглавляет российский государственный концерн «Росатом». В ходе истории России и Турция часто сближались друг с другом, но столь же часто вновь возникало отчуждение. Эрдогану не следует увлекаться лишь краткосрочным и среднесрочным геополитическим развитием. Россия может оказаться отдушиной, чтобы излить ярость в отношении Запада. Но это не означает, что здесь возникает стабильная ось против Запада. Ибо у Путина и Эрдогана есть еще одна общая черта характера – они не любят, когда другие им что-то предписывают. Субтитры создавал DimaTorzok